ИБДД придерживается версии, что в аварии виновна водитель Ситроэна. Эта женщина якобы выехала на встречку, где столкнулась с Мерседесом. Ну и несмотря на то, что с момента аварии прошло уже больше двух месяцев, интерес к этой теме до сих пор не угас. И причиной этого объяснил блогер Андрей Архмилович, управляющий партнером адвокатского бюро Маргулян Ирхмилович. Тема эта очень жива. Не думаю, чтобы она сдохла, потому что вопрос безопасности движения вообще не может не беспокоить людей. Это явно не экстраординарное разовое событие, это же проявление общей ситуации. Люди беспокоят. Вопрос безопасности на дорогах, вопрос равенства на дорогах. Вопрос вообще расширяется власть имущих ко всем остальным. Может быть, об этом не говорят постоянно, но малейшая искра заставит все вспыхнуть. Люди вернутся к этой теме, будет обсуждаться еще большей компенсивностью и с большим удивлением, чем мы это делали раньше. Ну и вот приведу несколько кратких комментариев, которые в блогах пишут. Эта новость не удивила, этого следовало ожидать. Сотрудники ДПС разрываются между давлением власти имущих и гневом народа. Ничего не понятно, но вице-президент Лукоила не виновен. Ну кто-то пишет, что отказался заправляться на Лукоиле, или вот пишут просто коротко, тошно. Ну и давайте послушаем мнение блогера Андрея Филина, активиста общества «Синих ведерок». Но официальных результатов экспертизы еще нет, и это подтвердил Бизнес-ФМ адвокат вице-президента Лукоила Анатолия Баркова Гарри Мирзоя. И он, собственно, говорит, что не удивится, если вот эта вот неофициальная информация впоследствии все-таки подтвердится. Послушаем его. С самого начала мы говорили о том, что наш автомобиль двигал по своей полосе движения, и наш водитель не нарушал правила дорожного движения. Ехал с допустимой скоростью и соблюдает дистанцию. Оно подлежит прекращению. В таком случае, поскольку он виновник, то есть второй водитель, к сожалению, погиб. Пришло сообщение, что в связи с ДТП на Ленинском проспекте с участием Мерседеса Лукоила, помимо ведомственных, проводится ряд независимых экспертиз. Софи Лантерфакс, руководитель пресс-центра МВД России Олег Ельников. И с учетом общественного резонанса, который вызвал данное происшествие, конечно, назначены дополнительные экспертизы. Но помнится, вот Федерация автовладельцев тоже обещала на суде представить очевидцев, причем многочисленных очевидцев этого ДТП, которые опровергают официальную версию ГИБДД, и говорят, что именно Мерседес нарушил правила, выехал на встречку. Что с этими людьми сейчас? Ну, действительно, если дело закроют, то, скорее всего, оно может не дойти до суда. И тогда вот мы тоже адресовали этот вопрос, собирается ли Федерация менять свои планы. Этот вопрос мы адресовали Сергею Канаеву, руководителю московского представительства Федерации автовладельцев России. В данном случае очевидцы сами решают, стоит ли им уходить к средствам информации или нет. Если они до сих пор не изъявили такого желания, мы не можем их заставить. Они дали свои показания для следствия. Сегодня следователь Логой будет проводить очную ставку между следителями. То есть показания следителей противоречивы, и он хочет выяснить, кто же из них говорит правду. Это нормальная процедура. Что касаемо сегодняшнего заявления, я хочу сказать, опять же, это некий вброс в общество. Что если общество никак не отреагирует, то, соответственно, дальше следствие будет двигаться именно по этому направлению. Если будет опять общественный резонанс, то у них есть всегда возможно сказать, но это была только техническая экспертиза. Дальше у нас есть еще технологическая экспертиза, есть показания свидетелей и так далее. Но все-таки интересно, что вот сейчас как раз появились хоть какие-то подробности вот сегодняшней утечки. Вот этот руководитель пресс-центра МВД России Олег Ельников дает новые подробности Интерфаксу о том, что, да, действительно, техническая экспертиза ДТП показала, что виноват Ситроен, который выехал на полосу встречной движения. Но, тем не менее, действительно, расследование еще не завершено. Будут продолжаться независимые экспертизы. Адвокат потерпевших Игорь Трунов также заявил, что знал о том, что эксперты вынесли решение уже против погибших женщин. И, конечно, заявил, что намерен оспаривать эти результаты. И параллельно он говорит о проведении некой своей независимой экспертизы. И ее результаты, скорее всего, по его мнению, не совпадут с имеющимся. Но адвокат пессимистичен. Он считает, что в России суд потерпевшие все-таки проиграют. Потому что ответчик, который стоит за ДТП, очень влиятельен. Цитирую я Трунова. Но все-таки, Люба, кто может сейчас провести независимую экспертизу? И о какой тогда независимой экспертизе говорит пресс-центр МВД? Но, в принципе, здесь вариантов много. Экспертизы такие проводят страховые компании, автоконцерны. Частные эксперты, которые имеют лицензию на проведение таких исследований. Но дело в том, что есть два официальных органа. Это экспертно-криминалистический центр МВД. И свой же центр есть в Минюсте. Вот эти два органа. И на практике суд или следователь принимает всерьез, так сказать, заключение только этих двух учреждений. И в остальных случаях есть такая формулировка распространенная, что, допустим, у суда нет оснований доверять такому-то эксперту, даже если, допустим, адвокаты предоставляют документы, подтверждающие его опыт и квалификацию. Ну и опять же, вот в рамках вот этого же расследования, как уже говорится, несколько будет экспертиз, и они могут между собой еще противоречить. Следователь будет решать, какую из них взять все-таки в расчет. И вот только в этом случае, если, допустим, следователь решит, что все-таки вина водителя Ситроэна, то у потерпевших есть право обжаловать вот эти вот решения следователя. И все-таки я хочу напомнить слушателям, что там проблема была не только в этой экспертизе, а в том, что непонятно, куда делись записи камер наблюдения, причем которых было минимум 15 штук, во всяком случае, по словам адвоката Игоря Турнова, представляющего интересы пострадавшего Сергея Сидельникова. Он также сообщил, что попросил прокурора Москвы проверить действия сотрудников правоохранительных органов. Непонятно, куда делись действительно все зафиксировавшие происшествия камеры. Показали только одну запись, в которой, собственно, все скрыто рекламным счетом. Но, видимо, это отдельная тема для разговора с нашим обозревателем Любой Ширижек. Ну и добавлю, что у потерпевших есть право обжаловать результаты экспертизы. Об этом в эфире «Бизнес.ФМ» рассказал партнер компании ЮКК «Руско», адвокат Янис Юкша.